Доброе утро! Добрый вечер! Добрый вечер, день! Сейчас мы продвигаем свой проект, который называется «Два мира». Здесь представлена страничка в Instagram, она пока еще молодая, только начинает. Собственно, как любой музыкант с большим послужным списком в своей жизни творческой, наступает тот период времени, когда хочется создавать уже не материал для клиентов, а хочется создать что-то для себя. Но, прежде всего, любой творческий человек делает это не для себя, а для своего слушателя и зрителя. Собственно… А расскажите вообще о проекте, что это за проект? Да. Этот проект, ну, в общем, если по стилистике это, скажем, популярная музыка, то бишь поп-мюзика… Наши российские? Да, это русскоязычный пока проект, но будут и англоязычные песни, так как, ну, так сказать, творчество ему не прикажешь, оно приходит в разных стилях и хочется, так сказать, открыть все двери этой стороны. В этом проекте, собственно, участвую я, как композитор, как поэт, как аранжировщик, как композитор. И Элли, певица, собственно, соучастница по текстам и и также музыкальные решения мы вместе работаем над этим проектом. ПЕСНЯ Ну, первое, что сейчас было сделано, спешили к Новому году, были технические заменки, потому что, собственно, я участвую во многих других проектах, это известные всем люди в шоу-бизе. ПЕСНЯ 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 Ну, хорошо, Павел, расскажите, пожалуйста, вот изначально, как вы вообще пришли к тому что вы хотите заниматься именно аранжировкой вообще вот ваш путь просто с чего он все началось ну каждому музыканта он где-то одинаково где-то нет это все с детства шло и было дилема так как я так сети дитя советского союза еще вот там были другие скажем какие-то устои социальные и все стремились туда поступить в учебные заведения стать инженерами там так кстати что-то принести в страну но буквально восьмилетнем возрасте я понял что без музыки я не могу существовать ну собственно так статьи без любви к радиотехнике самая самая первая точка отчета проснулся утром и решил вот все есть такая . она есть это возраст 13 лет к нам приехал в город группа из одессы как я помню называлась она белая акация и я играл в местном дека там в ансамбле соответственно и так как вход у меня в дека был грубо говоря открыт постоянно я попал просто зашел зал услышал что репетирует ну не шла репетиция и ну скажем так современным языком башню снесло в плане того что я понял что я хочу быть на сцене я хочу заниматься музыкой и ну я стал искать пути как этого добиться по тем временам от взрослых скажем коллег которые уже чего-то достигли где-то играли как бы были уже полноценными скажем так артистами я понял что ну первое это поступить там музыкальное училище соответственно закончить музыкальную школу и далее уже ну в общем тогда были такие такая постановка вопроса что без музыкальное училище или хотя бы культ просвета училище далее двигаться не полу не получится скажите пожалуйста вы считаете что это какая-то вот удача да или все-таки вот тот уровень который вы сейчас добились или все-таки ну помимо там каких-то профессиональных навыков да что нужно на сегодняшний день иметь какие-то связи я не знаю возможности для того чтобы действительно выйти вот на уровень какого-то шоу-бизнеса да уже там за за рамки того что не видит обычный зритель ну сейчас скажем так сейчас время поменялось и благодаря так сказать эти технологиям интернету развития и соцсетям и собственно там видео контенту то бишь и ютюбу и остальным подобным ресурсам сейчас путей у творческих людей много и они менее скажем так зависимо уже от какой-то централизованной системы понятно что попасть на ящик это старый путь и он проверен и там нужны связи нужны связи в шоу-бизи и но есть много сейчас ресурсов и собственно посещаемость конечным пользователям который будет смотреть и слушать ваш контент большая и аудитория собственно открыто все что вам остается это заниматься творчеством делать его хорошо хорошо павел расскажите мне пожалуйста в чем вообще сложность аранжировки начать вот я просто я блондинка захотела стать ну допустим ютуберов села понятно там камера непонятно какая камера да непонятно как пишется звук но мне бы хотелось чтобы это действительно качественно как-то звучало просто элементарно какие-то советы пошагово с чего начать и как каким образом добиться действительно хорошего результата если человек вообще не обладает ни слухом ни музыкальным образованием то ведь у него естественно скорее всего будет один это обратиться к тому кто поможет воплотить у меня нет возможности обращаться вот я хочу это сделать сама если сама но это долгий путь и ну таких вещей прям чтобы сделать это все с нуля самому ну понятно я не хочу стать там 2 пугачёвой да я просто хочу стать блогером который обоним качественно смысл следующем что скажем в интернете можно найти минус какой-то песни и хочется то что вы когда слушаете вы слышите вот допустим где-то там вот у вас профессиональный звук как бы отображается до что вот какая-то песня играет и где-то вот я бы сделал бы по-другому или тут вот сделано неправильно конечно неправильно это опять же будет скажем так с моей стороны но есть скажем как в любом деле любом абсолютно в любом бизнесе и музыки и в творческих каких-то направлениях надо знать основы надо знать основные вещи без которых пытаться что-то сделать но это будет скажем так по смешищем да и никому не будет интересно ну так как сейчас лайки можно получить даже из-за плохого сегодняшний день уже скажем опять же на сегодняшний день если анализировать что происходит сейчас сильно развито каверное направление и а что делать каверы на известные хиты на известные песни то есть это уже стрельну тот материал который стрельну песни или композиция и музыканты и любители нет они просто находят грубо говоря минус этой композиции и любой китайский микрофон какую-то open source программу которая там бесплатно распространяется скажем просто записывать сверху на этот минус свой вокал и выкладывают все ну вплоть до того что это можно сделать даже так что на любом воспроизводящим так сказать аппаратуре то бишь это ноутбук даже который воспроизводит этот минус и снимает себя прямо на телефон не не имея вообще даже никакого микрофона и выкладывают это все собственно павел расскажите пожалуйста каким образом вот можно смешать нужно правильно смешать музыку голос и звук ну здесь элементарные вещи может быть есть какие-то программы есть программы которые могут быть в вот в общественном полу как бы доступе да ну распространенная есть скажем то что пользуется во всем мире уже такие киты скажем музыкального софта это компания вид которая собственно перекупила своими дизайн и сейчас эта программа про туз она вообще общем мировая скажем формат но это за деньги и нужны скажем не дешевые устройства далее это компания стейнберг и его продукты по бейс на энда и следующее ну это владельцы продукции apple apple купила свое время программу logic это такие три старых программы которые сильно развились за последние там 20 лет и являются так скажем основами на рынке очень много появилось впоследствии это но их новым каких можно перечислить но опять же такие распространенные на том что сейчас скажем люди от которые только с нуля попытались столкнуться создание музыки и треков это облитон лайф это риозон компании пропеллер хит это рипер которая была к счастью многих сначала бесплатно но люди захотели как всегда деньги собственно она сейчас стоит каких-то денег поменьше чем остальные так сказать монстры софтвера вот и сейчас еще появилась битвик кроссплатформенная программа которая собственно и написи платформе на apple и на линуксе хорошо павел давайте вернемся к тому из чего мы начали я блондинка я хочу стать блогером как мне записать вот мне обычному обывателю записать правильный хороший звук для youtube а потому что когда заходишь в youtube даже с учетом того что техподдержки в youtube нету ну есть да ребята которые точно также рассказывают там какие-то свои действия которые пытаются там улучшить но это непрофессионально мы вас просим рассказать о том как это сделать просто нам обычным обывателям есть минимальные требования какие-то и что у вас должно быть из технического обеспечения это микрофон начальный там скажем ну назвать его просто полупрофессиональным там скажем так не совсем корректно но который снимет ваш звук уже более-менее похожий на звук это в пределах но относительно недорого скажем от пяти тысяч рублей а какое качество должно быть микрофона какие-то специальные да ну собственно например что что это которая позиционировала себя свое время на скажем так нишу начальную до записи звука у них есть определенная линейка недорогая микрофонов за приемлемую цену но также эту нишу сейчас заполнили такие компании как маудио стендберг выпускает комплекты то бишь я бы посоветовал так что сейчас последние несколько лет буквально там два-три года ну видимо так сказать просканировал рынок эти компании поняли что надо выпускать некие готовые комплекты для людей которые не понимают как подобрать микрофон как с чего каким образом подобрать микрофон я не знаю нет это мы углубимся сейчас более профессиональные вещи подбирать его не надо есть комплекты это компания маудио есть комплекты и собственно покажем кусочки как бы ресурсов как это выглядит и ну собственно достаточно знать как это выглядит а найти этого хорошо это готовый комплект это аудиокарта это микрофон то есть первым делом это аудиокарта должна быть способная записывать ну либо там начальная стадия постпродакшена какого-то то бишь с этого можно начать и записать звук и записать вопрал и записать даже там какой-то инструмент то бишь гитару там флейту саксофон что угодно на чем можете и потом при помощи того программного обеспечения которое идет в комплекте и сделать много трековую запись а скажите мне пожалуйста какими программами может пользоваться ну вот как раз в этих комплектах распространял сейчас идет от компании стенберг кубейс аи элемент который позволяет достаточно треков записать там порядка по 64 треков можно одновременно записывать то есть вы можете записать основной вокал потом записать бэки записать там гитариста скажем еще одного гитариста и виртуальными инструментами пользоваться взамен там профессиональных каких-то и собственно далее развиваться и идти уже в сторону того что это как фотографии мы начинаем с мыльницы и далее стремимся к зеркалке от зеркалки стремимся еще к чему-то большему собственно путь одинаковый а подскажите пожалуйста какой должен быть компьютер компьютер скажем на сегодняшний день если говорить компьютерным языком это не обязательно навороченный компьютер это фактически то есть бытовая конфигурация обычный ноутбук обычный там pc настольный компьютер либо даже есть варианты сейчас где есть опять же этими же программами поддержка непосредственно даже айпэдов и собственно андроид планшетов и даже туда можно подключить эту карту и микрофон и полная мобильность как бы записывать то есть требования особо там небольшие для начального они не особо скажем так ну это понятно что если уж опять компьютерным языком это не интел цилирован какой-то слабенький то есть средний где-то там стандартный да и 3 3 5 с минимумом памяти там специально из-за того что мы покупаем вот этот готовый комплект да какая-то специализированная там звуковая карта или видеокарта нам не нужна в этом комплекте вам все уже предоставлено предоставлено понятно это очень радует скажем в плане того что люди многие когда только начинают естественно мы как когда мы начинаем чего-то вообще не зная понятно что сейчас интернет помогает если ты заинтересован собственно поищи и найдешь да но как бы имея уже этот комплект ты понимаешь что у тебя есть микрофон у тебя есть аудиокарта у тебя есть наушники есть программа и далее уже ты можешь производить какие-то вещи когда это изучается далее переходишь на вторую ступеньку как бы и переходишь на другие уже ценовые категории и другое оборудование но это довольно таки нормальные комплекты понятно что если смотреть сверху там студийного качества где миллионы долларов аппаратуры и люди десятки лет потратили на изучение этого как бы возможность приобретения этого это разные вещи но очень много проектов которые делаются собственно то есть я как профессионал в некоторых вещах когда мне начинающие музыканты предоставляли свой материал и я узнавал на чем это делалось если человек к этому отнесся с пониманием и ну скажем так изучил матчасть как это модно сейчас говорить то но получается неплохой результат и то есть в принципе в бюджетном варианте сделать хороший звук это для обычного человека это возможно не обращаясь там профессионалом не приходя даже можно на сегодняшний там курс так сказать рубля там к евро и ко остальным валютам сказать что ну примерно на российском рынке такой комплект варьируется где-то от 15 до 20 тысяч рублей да это я считаю что ну за эти деньги получить и карту и микрофон наушники и софт это очень недорого очень недорого потому что если по отдельности смотрите уже более как бы такие варианты искать это тем более если взять опять же регионы в москве там много магазинов и выбора понятно что есть доставка и есть магазины из германии можно заказать можно собственно заказ всем известно что он не советую естественно с али такие вещи заказывать там подобного практически нет и качество не особо если разговаривать о блогах и записи звука и улучшение его на камеру есть там другой аспект это есть на алине неплохие петличные микрофоны но это тоже можно пометить осветить что люди берут и оно проверено более-менее там тоже есть опять же свои профессиональные и непрофессиональные аспекты так чтобы не бугнело и не так сказать не задувало ветром и хоть как-то это было более-менее понятно и вы сказали да в ютюбе куча контента но звук ужаснейший порой вообще не разберешь о чем человек говорит и как и собственно ну это решаемо опять же недорогими средствами ну и подождать там 20-30 дней когда оно придет даже если то и локально в магазинах в принципе подобные вещи ну скорее всего да наверное точно так же просто может быть будет варьироваться цена то есть самое главное наверное в нашем разговоре пометить то что говорят многие блогеры и профессионалы которые чего-то добились это первое все-таки понятно что нужны какие-то минимальные средства но все-таки желание и разобраться в вопросе это чем ты хочешь заниматься потому что просто так я запел и я хочу это записать ну будьте готовы естественно к тому что за это нужно будет платить не платить это одно потому что этот контент может просто не быть смотрибельным потому что если эта песня никакая и собственно поете вы никак ну посовет найдите ну вы один из тех кто уж точно знает что можно не уметь петь но при всем при этом быть просто на однако в местах эти секреты уже давно как бы раскрыты скажем так да и ну скажем моих коллег ходил даже анекдот уже лет десять назад сложившись что там пришел клиент который не может петь но есть деньги и собственно ну ходил так в анекдоте что прочитай алфавит и иди домой иди домой да то есть да можно много чего сделать но все же не прям так все как представляется многим что вообще не умея ничего продюсер продюсер там и сам продюсер способен много чего сделать вообще не из ничего все равно должны быть какие-то задатки все-таки музыкальные талант какой-то минимальный ну собственно сам материал и ну эти вещи понятны а а ну и талант к то и и и и и и и и Продолжение следует...